Всем привет! Сегодня мы пересекли Польшу. Сейчас остановились на ночь на границе со Словакией. И вот я хотел показать из сегодняшней поездки дневной несколько сюжетов, зарисовочек, где нас там миграционная служба останавливала, какие-то интересные моменты, как я считаю, что-то там поговорим о дорогах. В общем, давайте посмотрим. Здравствуйте! Паспорты попросим, техпаспорт. Сейчас, сейчас, сейчас. Куда идут? Мы в авангарда отель. В отдых? Да. Покушать, да? Мы ночевать будем, а потом поедем в Словакию. Техпаспорт. Все проверили на границе у нас уже. Все в порядке у нас, товарищи. Вы достойте этот паспорт. Я достаю, достаю. Все? Вольцваген. Все в порядке? Я же сказал. Спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас ездим по Польше. Все так ухожено везде. Дороги чистые, ровные. Бывают небольшие неровности, но в основном все дороги отремонтированы, сделаны. Нет ни одного участка земли, который бы не возделывался. Не возделывался. Каждый кусочек либо засажен, чем-то там засеян, либо под сено, либо под рапс. Там дальше мы ехали было. Яблоневые эти полябры все засажены. Очень много яблонь. По краям видно, что маки расцвели. Очень красиво. Вообще Польша очень дружелюбная страна. Если мы видим по телевизору, там какие-то непонятки бывают с людьми. Ну, там памятники ломают, еще что-то делают. Но это дело не в людях. Это верхушка политической власти. Маленько здесь палки в колеса вставляет в нашу дружбу между странами. Ну, а основной народ, это очень прекрасные поляки. Очень они любят и уважают русских. Мы недавно стояли на автобане в пробке. Вот и подошла женщина. Там была авария, мы только вот часа стояли. Подошла женщина, говорит, вы русские, русские. Здравствуйте, здравствуйте, можно вам познакомиться. Вот скажите, как вы к полякам относитесь? Неужели, как говорят по телевизору, вы нас за что-то не любите? Я говорю, за что вас не любить? Поляки очень, очень хороший народ. И мы русские очень хорошо к вам относимся. Она говорит, вот-вот. Типа у нас тоже по телевизору показывают, что не очень-то, как бы, мы любим поляков. Получается, по нашему телевизору показывают, что нам поляки что-то тут делают. По-ихнему, что мы что-то их там делаем. А простой народ любит, уважает. Очень много было случаев, что нам поляки помогали. Они, например, ну, ломался я пару раз на другой машине еще. Ездил. Так они нам помогли. Приехали с другого города. Все сделали. Дали телефоны, ну, чтобы я нашел этих ремонтников. Останавливались простые водители. Давали нам телефоны, куда позвонить. Пытались мы там объясниться по-польски, по-русски, кто как. Все друг друга поняли. Все нам помогли. Ну, что еще могу сказать? Страна прекрасная, хороший народ. Что мне очень нравится в Польше, у них тут на трассах, там, за городом, полиция по кустам в основном не прячется. Но редко где можно увидеть. Но бывает, что они дежурят именно в жилых зонах и контролируют скоростной режим. А вот, кстати, как раз стоит полиция. И вот, видели, наверное, моргают у них эти сигнальные огни синего цвета. Они контролируют на гражданских машинах с гражданскими номерами. И если у них радар, все оборудование у них в машине стоит. И если они видят, что в жилой зоне автомобиль нарушает скоростной режим, то они тут же, вон, на остановочке его остановили. Сейчас штраф выпишут. Штрафы здесь очень большие. Ну, вообще по всей Европе. Ну, как-то вот так. Еще, что очень нравится, это просто идеальная чистота в Польше. Вот я уже еду сегодня километров, наверное, 300 побольше. И попадались там захолустные даже деревушки. Это, например, у нас по России там едешь, и за деревнями, ввиду того, что некуда свозить мусор, просто организовываются там стихийные свалки, это мешками, пакетами все засыпано. Я вот сегодня на протяжении 33-300 километров пытаюсь найти где-то по обочинам полторашки там мешки. Нет, этого ничего нет. Как будто здесь, ну что, тут другие люди, что лежат? Нет, тут они. Полнейшая борьба с мусором, видать, когда-то произошла. Сейчас просто чистота идеальная. Еще я могу сказать, что в Польше она сейчас даже стала чище, чем Германия. По Германии мы очень часто ездим, несколько раз в году тоже там проезжаем ее. И начали такую тенденцию наблюдать, что на протяжении вот этих лет она стала намного грязнее. Но я думаю, что это из-за того, что миграция сейчас идет вот с этих африканских стран, с Сирии. И очень много мигрантов, они тоже живут хорошо, им платят большие пособия. Они ездят также и на машинах, и живут в домах. И, вероятно, они, может, перестали соблюдать вот эту чистоту. Потому что в Германии сейчас вот едешь, и все стоянки, обочины, это уже очень много мусора попадается. Я бы сказал просто, ну не так, как раньше. Если взять, мы ездили 10 лет назад, мы поражались этой чистотой, то сейчас мы этой чистотой поражаемся в Польше. Заправочки Орлен, про которую я рассказывал в одном из видео в своем, что у меня есть карта, как она полностью считается, Орленовская. Вот у меня сейчас вчера было день рождения, 28 мая. Они мне на почту прислали письмо, что если я в этот день заправлюсь, не то, что в 28 мая, а вот 29 сегодня, или там до какого-то числа, я не помню. Если я заправлюсь и предъявлю эту карточку, то мне на счет придет 1000 бонусов. Я сегодня там что-то взял, кофе, еще что-то, и мне сразу же на счет 1000 бонусов от этих пришло. И теперь на эти бонусы я могу купить еще там кофе, или здесь очень вкусные хот-доги продаются. Ну, прикольно. И вот в каждом населенном пункте люди живут, и вокруг себя они устраивают какое-то произведение искусств. Очень красиво высаживают деревья. Они сейчас цветут многие. Какие-то кусты, какие-то в палисадниках цветы у всех. Все обустраивается, делается красиво, чтобы человек ехал по дороге, или они сами когда здесь живут, чтобы у них всегда радовала глаз вот эта красота, которая их окружает. Вот обратите внимание, вот этот человек здесь работает и переводит детей, когда они идут из школы или из садика. Он где-то рядышком стоит всегда, и если едут машины, он выходит с этим знаком, ставит его посреди дороги. Ребенок переходит, человек возвращается, ну опять там у него стул там или что-то, садится и ждет опять, когда пойдут дети. Очень, очень здорово и продуманно, хорошо сделано. А вы сами выращиваете, да? Ой, молодец какой. Вот заехали купить, как ее называется, ягода забыла, клубника. Клубника. Вот человек сам выращивает, 29 мая у нас еще на Урале трава не вылезла, а здесь уже клубнику у вас увидят. Что, берем этот ящичек? Спасибо. Где-то потом нахуй нахуй. Вот можно обратить внимание, дорога даже не автобан, но и то она огорожена по бокам сетками, чтобы они могли животные выскочить на дорогу. За этим тоже строго следят. И вот сразу переходим на мост, обратите у нас мосты, и например в той же Польши. Мы даже не чувствуем, что на него выехали, у нас не трясет, нечет. Ровная дорога, что на мосту, что это. Единственное, швы только вот эти, дадын-дадын два раза, и все. Идеально ровная дорога. И вот эта сетка тянется на десятки, когда на сотни километров. Но если автобан, то это однозначно она тянется по всему периметру автобана. А здесь вот простая дорога, не автобан, но все равно нагородили. Выезжаем на краковский автобан с разрешенной скоростью 120 километров в час. Но можно будет ехать 150-160. В принципе, здесь особо за это они наказывают. И это средняя скорость всех автомобилей. Вот над дорогой, над автобанами устроены вот такие переходы для животных. Вот сейчас мы проезжаем. И вот такая бандура сделана только для того, чтобы дорогу переходили по этому переходу. Ну, у вас самого косули и зайца, и все такое прочее, вся жирность. Этот переход сверху засажен елочками там всякими, растениями. и, как естественно, в среде они переходят через дорогу. И вот буквально проехали мы километров, наверное, 7-8. И опять переходили животных. И, как видим, такие деньги затрачены на такой огромный мост железобетонный. И для того, чтобы переходили животные всего лишь. И, как и проехали 7 километров. Это очень близко. Как мы видим, на автобанах вообще множество мостов расположено. И железнодорожные, автомобильные. И каждый мост по-своему украшен. Вечером некоторые мосты идут с подсветкой. Но, когда едешь, просто приятно, красиво смотреть. И вот еще при езде вот в 180 километров в час ты практически никого не нагоняешь, потому что идут с такой же скоростью все. но еще бывает, что тебя обгоняются свистом. Но тут надо смотреть все время на дорогу. Еще я хотел сказать вот при движении по мостам еще раз просто показать. Мы не плетаем на мост, не боимся, не боимся там, чтобы колеса в ямах останутся. А вот раз, раз, вот еще мост. Дуквально вот эти два шва в начале моста вот и в конце моста. Здесь мост длинный, но мы сейчас будем сечать, увидим. И в конце моста тоже маленький щелчок и все. Но я думаю, это вероятно сделал даже специально. Скорее всего, это термошвы. Вот он. Или там слив воды. Могут же делать в мосты. Почему у нас, когда едешь, все мосты в ямах по полметра? Мне вот это непонятно. Вот мы потихонечку пересекли ту часть Польши, которую намечали. Кстати, вот видите, какая сетка тоже заградительная идет, чтобы камни или какие-то там обложники не полетели на дорогу. Там, где склон, он либо забетонированный, либо вот такие сеточки стоят. Итак, мы сейчас тоже поедем по красивым местам, пересекаем Польшу, как я уже сказал, и будем сейчас подниматься и переваливать, ну, как бы они с Украины идут, Карпаты, а здесь они уже, Нижние Татры, по-моему, называются, горы. На улице довольно-таки жарко, 30 градусов, надеюсь, в горах сейчас будет попрохладнее. Итак, едем дальше. Это, я что-то не пойму, молодые яблони, что ли, или слива. Не особо разбираюсь в этих растениях, деревьях. А сейчас мы поднимемся на перевал, на той стороне уже будет Словакия, но мы будем еще в Польше и заедем в очень такой, хорошая такая харчевня, покушаем там национальное польское блюдо фляги, и вообще там очень красиво, в этом помещении хорошее обслуживание, не харчевня, не харчевня, а корчма, хорошее обслуживание, все так красиво обставлено, в общем, покажу. Вот как раз это харчевня, корчма, сейчас мы все заедем. Все, пойдемте вовнутрь, хорошее расстояние сегодня проехали, пора покушать и где-нибудь недалеко здесь заночуем. Здравствуйте! помидорова с рыжем или борщик с кокетом червоне оркин или о о о о о о Субтитры подогнал «Симон»